Привет, бойцы! С вами проект Muay Thai SK и я в вашем комментарии. Сегодня я начинаю серию видеоуроков Muay Thai в домашних условиях. То есть в связи с сложившейся обстановкой, с тем, что закрываются залы и единоборцы, и тренажерки, все сидят по домам, не знают, чем заняться, хлещут пиво, чипсы, сухари. Все это идет полным ходом. Поэтому мы не останавливаем тренировки. Если у тебя нет возможности заниматься в залах, а сейчас ее нет у большинства, ты будешь заниматься дома. То есть я буду делать видеоуроки, не видеоуроки, а как бы полноценную тренировку, которую можно делать. Я буду ее сокращать, но как это все будет, ты поймешь. Каждая тренировка будет разнонаправленная, то есть нацеленная на определенные вещи, на скорость, на силу, на комбинации. И все это вместе ты можешь просто спокойно смотреть подряд, по очереди и тренироваться. И при этом всем я буду давать именно тренировки, которые можно делать или одному, или если нет боксерского мешка, или его вариантов. Можно делать с другом, просто по лапам каким-то, по имитациям. В общем, тренировка для одного, с минимальным инвентарем. Поехали! Итак, самое первое, с чего мы будем начинать все тренировки, это разминка. Это обязательная часть любой тренировки. Разминка у тебя должна занимать от 10 до 20 минут. Если у тебя есть возможность заниматься на спортплощадках, на улице, ты вышел на улицу, 10 минут побегал и 10 минут сделал общеразвивающий комплекс. Просто ОФП. Если такой возможности нет, ты занимаешься дома, то просто делаешь как бы все упражнения в движении. То есть легко, свободно, постоянно прыгаешь, двигаешься и начинаешь разминочку. Разминка как обычно, как в школе. Начинаем сверху и идем вниз. Всю разминку я показывать не буду. Все как в школе делали. Кто не помнит физкультуру, просто делаем все подряд. Размяли голову, размяли кисти, предплечья, плечи. И пошли корпус туда, покрутили, повертели. Повороты корпусом поделали. Ручки подергали. В общем, не важно. Все это делаешь четко в движении, но не спеши. То есть разминка, повторяюсь, еще раз, должна занимать от 10 до 20 минут. То есть ты желательно, чтобы в процессе разминки, там, ты начал потеть. Это уже значит хорошая разминка. То есть когда ты полностью размялся, начинаешь растяжечку. Обязательно после разминки тоже растяжечку. Растяжечка точно так же, базовые комплексы. Выпады поделал, перекаты поделал, сел на пол, за носочки потянулся, коленом потянулся, шпагаты потянул, продольные, поперечные. Хорошо себя порастягивал. Это обязательная часть перед каждой тренировкой. Итак, приступаем к основной части нашей тренировки. Вся наша тренировка будет строиться на раундах. Один раунд будет длиться 3 минуты. Затем между раундами отдых 1 минута. То есть таким образом у нас будет выстроена вся 3 минуты тренировка. 3 минуты работаешь, 1 минуту отдыхаешь. И первое наше упражнение это скакалочка. Обязательно купи себе скакалку. Она необходимый атрибут всех наших тренировок. Итак, первый раунд 3 минутки. Ты просто спокойно прыгаешь на скакалку. Просто, легко, на двух ножках. То есть задача этого раунда просто разогреться. Вернее, дальше доразогреваться. Прыгать 3 минуты я, конечно, не буду. Я тебе просто буду показывать, как делается упражнение. А дальше твоя работа. Установи себе на телефон таймер для бокса. Их сейчас куча. Они в Google Play. Или просто засекай секундомер или таймер, который есть в телефоне. То есть ты четко должен работать по времени. Первый раунд отпрыгал. Отдыхаем 1 минуту. И потом поехали в второй раунд. Второй раунд мы уже будем прыгать. Два прыжочка на правой ножке. Два на левом. Если ты начинающий тигр, у тебя может это не получаться. Ничего страшного. Просто делай. Когда ты что-то постоянно делаешь, со временем количество переходит в качество. Только так. Это уже работа и на координацию, и более сложные прыжки. Так ты прыгаешь опять-таки 3 минуты. Затем минутка отдыха. И последний наш раунд, он будет самый тяжелый. Мы будем прыгать двойные прыжки. Что такое двойной прыжок? Это за один прыжок скакалка должна 2 раза прокрутиться. Но ты будешь так делать не постоянно, а каждый пятый-десятый прыжочек. То есть 5-10 раз ты прыгаешь. Как обычно, спокойно. И потом делай взрывно двойной прыжок. Опять, спокойно. 10-20. Это уже по двойному состоянию. И двойной. Таким образом, ты учишься прыгать двойные прыжки. Это довольно тяжело, особенно для начинающих. И уже, соответственно, входишь в тренировочный режим, так как уже начнешь хекать, задыхаться. Это все тяжело будет подгружаться. Мы будем подходить к основной части работы. Итак, переходим к следующему этапу. Это бой с теней. Мы сейчас будем работать с теней. На сегодняшней тренировке у нас акцент на двоечку. На прямые удары руками двоечки. И будем добавлять некоторые удары. Для работы с теней сегодня нам понадобятся или гантельки по одному килограмму. Небольшие, легкие. Или, если нет у тебя гантелек, берешь какие-то обычные бутылки с водой, пластиковые, там, литровые. И будет тебе тот самый килограмм. Или пол-литровые бутылочки. И будет, как бы, по полкилограмма. Итак, наша задача. Первый раунд. Опять-таки, 3 минуты. Первый раунд. Ты просто работаешь двоечкой. Обязательно. Четко, на технику, не спеша. Желательно это делать перед зеркалом, если у тебя есть. Двоечка. Левый прямой. Кулачок доворачиваю. Вкручиваю. Плечико вперед. Голова ровно прижата. Когда бьешь прямые, обязательно плечико должно касаться подбородочек. То есть ты плечом прячешь себя, закрываешь. И сюда же правую ручку держим возле подбородочка. На возврате левой руки мы бьем правый прямой. Как выполнять технику удара? Я делал уже видеокурс по базовой технике удара. Ты его найдешь в описании под видео. Но прежде чем работать какие-то комбинации, ты должен четко усвоить одиночный удар. И твоя задача выброс. И обязательно это все делает с дыханием. То есть два прямых. Все делается на выдох. Обязательно очень важный момент, особенно у новичков. Они начинают тянуть удар. То есть или дергаются и сразу оттягивают руку назад. То есть делают акцент не в ту сторону. То есть вместо того, чтобы выбросить ручку, они отдергают ее от цели. Или когда берут в руки гантельки, начинают тянуться. То есть начинают качаться. Задача совсем в другом. Задача гантельку выбросить. То есть твоя цель взять гантельку и бросить ее вперед. То есть выбросить. Как будто ты ее хочешь бросить. Но при этом кулачок сжат максимально. И двоечка. В одну точку. Левый, правый. Обязательно вкручивание кулачка. То есть кулак должен входить, как сверло. Входить. Так он лежит. Ладошка на подбородочке. Когда идет удар, ладошка вниз. Так ты работаешь первый раунд. Просто набрасываешь двоечку. На второй раунд мы делаем то же самое. Но добавляем левую ручку в печень. То есть какая работа. Двоечка. Раз, два. Вернулся в стоечку. Имитируем небольшой уклончик. Правое плечо вперед. И отсюда левая ручка. Бам. В печень. В печень делаем удар. Как апперкот. Только не вверх. А прямо. То есть в животик. И наши три удара. Раз, два. Ап. В стоечку. Назад засели. Назад немножко. Ключо. Печень. Раз, два. Раз. Раз, два. Раз. Это не три удара подряд. Это двоечка. Бам. Бам. Возврат в стоечку. Бам. То есть печень. Это силовой акцентированный удар. Отдельный. Но он идет после двоечки. Еще раз. Раз, два. Уклон. Три. Раз, два. Ап. Три. Раз, два. Три. И таким образом пробуй словить этот момент. Пробуй словить этот уклончик. И возврат. Очень важно. После двоечки вернуться назад на правую мушку. Сесть. В исходное положение. Ты как стоишь в стоечке. Ты бросаешь двоечку и возвращаешься в стоечку. Все. А отсюда уже ты делаешь отдельный удар в печень. И третий наш раунд мы тоже будем делать с двоечки, но уже добавим в локоть. То есть стоим в стоечке. Опять двоечка. Раз, два. Точно так же возвращаемся на правую ножку. Засаживаемся в стоечку. И отсюда правый локоть на левой ножке немножко сокращаем дистанцию с локтем. То есть мы бьем правый локоть. Но для того, чтобы сократить дистанцию, делаем шаг на левой ножке. Бум. Итого у нас получается точно такая же система. Раз, два. Возврат. Три. Локоть. Удар локтем. Делается режущим. То есть мы сейчас бьем просто сбоку. Не сверху, не снизу, а просто сбоку. Нарабатываем именно удар просто сбоку режущим. Дальше уже по ситуации в бою ты сможешь этот удар корректировать. То есть его можно нанести сверху между перчатами, снизу где-то, как угодно. Не важно. Сейчас задача твоя просто наработать этот удар локтем. Еще раз. Лежим. По амплитуде. Задача, чтобы локоть разрезал цель, как бы прошил ее, как ножом. Вкрутиться. Плечо вперед, ножку довернуть, плечо вкрутить. Делаем полностью движение корпуса и выставляем при этом сбоку локоть. Раз. И крутились. И все вместе. Раз, два. Возврат. Три. Хорошо. Бой с тенью это всегда наработка техники. Поэтому не спеши и уделяй внимание именно техникам. Итак, переходим к самой тяжелой части нашей тренировки. И можно сказать практически заключительной. Это работа на мешочке. Если у тебя нет мешка дома, можно искать какие-то его альтернативы. Я когда-то давал варианты, как можно сделать мешок. Можно просто набить мешок, взять обычные мешочки, те, что муку там загрузают, сахар в них. Забить их фетошью, старыми шмотками и поставить дома. Или основной, самый лучший вариант, это во дворах часто делают покрышки. Просто покрышки на трубу какую-то одевают или там вокруг дерева. И это отлично заменяет мешок. Второй очень важный момент, это обязательно работать на мешке в защите какой-то. То есть или бинты, но это минимум наматывать бинты. Лучше наматывать бинты и одевать перчатки. Или битки какие-то, или беспалые перчатки. Но не работай, не работай на мешках голыми руками. Это очень травмоопасно. Сдираешь кожу, потом не можешь нормально заниматься. Потому что кожа сдертая, там две недели начинает заживать, не можешь бить нормально мешок. А это самый лучший вариант. Худший вариант, это выбитые постоянно кисти. То есть руки и так будут набиваться, но их невозможно набить до беспредела. Даже боксеры там с 20-летними стажами, все равно если где-то увалят незащищенной рукой, они где-то выбивают, ломают. Поэтому набиться невозможно. Ни один хороший боксер не работает на мешках без защиты. Вообще боец, скажем так, не боксер, любой боец. Итак, я работаю в перчатках. Кто крутой, супер уличник, можете один раз поработать без перчаток. Но на этом ваши тренировки закончатся. Поэтому винты и перчатки. Итак, работаем на мешочке точно в таком же режиме, как мы работали с теми. Все то же самое. Первый раунд у нас двоечка. Второй раунд у нас двоечка. Добавление печени. И третий раунд у нас двоечка. И добавляем лоб. Точно так же. Три минутки. Минута отдыха. Итак, на мешочке у нас уже есть цель. И на мешочке у нас есть сила. То есть, когда ты работаешь на боксерском мешке, самый основной и первый акцент должен быть на силу. Есть, конечно, разные варианты. Мы будем это делать. Мешок это вообще целый мир. Но работа на силу. Итак, первый раунд просто двоечка. Наша стоечка. Спокойно качаем. Обязательно ручки подняты. Работаем с глухой защитой. То есть, или ручки возле подбородка. Как бы чувствуем дистанцию. Или ручки на виски. Имитируем глухую защиту. И два. Раз. Покачали. Опять. Не нагнетай прям. Работай больше на силу. Сейчас задача. Именно сила. Обязательно следи за ножками. Точно так же, как ты работал с теми. Должны работать два плеча. Должны работать носки. Шаг вперед, шаг назад. Имитируем перемещение. В таком режиме ты работаешь раунд. Три минуты. То есть, двоечка. Две-три секунды. Защита движения. Опять. Двоечка на силу. Защита движения. Второй раунд. Добавляем удар в печень. Опять-таки, акцентирую, что это отдельный удар. Сейчас мы бьем не три подряд, а два-один. Один. И старайся работать на силу. Подстрой, почувствуй мешок. Как кулачок входит туда, влипает. То есть, не должно быть щирка. Ты не должен махать. Ты не должен промахиваться. Мешок не должен крутиться от твоих ударов. Ты должен четко зайти по прямой в цель. То есть, пробить. Залезть. Сделать дырку. И третий раунд. Работаем двоечка. И правый локоток. Мешочек нам дает чувство дистанции. То есть, после двоечки, бам-бам, мы вернулись назад. Ни в коем случае не падаем. То есть, много новичков работают сразу. Раз, два. И падают туда. Это уже не удар, ты просто провалился. Сейчас мы работаем четко. Раз, два. Возврат. И здесь надо почувствовать дистанцию и сделать шаг на левой ножке. То есть, локток сократить. Бам. Если ты будешь работать с места, ты, конечно, не достанешь. Но и валиться на правой ноге нельзя. Нельзя туда входить, падая. Поэтому делаем четко под дистанцию. И шаг. И шаг. Отдельно. Локоть отдельно. Не сразу раз, два, три. А раз, два. Раз. И в таком режиме ты работаешь три минуты. И заключительная часть нашей тренировки – это заминка. Мы всегда в конце тренировки делаем заминку. То есть, это комплекс каких-то упражнений на физон. Добить себя, загнать себя, доработать именно физон. Сегодня очень простой комплекс. Делаем приседания с выпрыгиваниями. Делаем отжимания с подпрыгиваниями. То есть, отрываем кулачки от пола. И делаем складочку. Одновременно поднимаем корпус ноги. Заминочку мы делаем в режиме 30-30. То есть, 30 секунд работаем. 30 секунд отдыхаем. Понятно. То есть, тебе нужно поменять таймер. Поставить 30 секунд работы, 30 секунд отдыха. Ну, или засекаешь, как ты делаешь там время. Приседания с выпрыгиванием. Ручки возле подбородка. Делаем присед до той позиции, когда ты локоточками достанешь до колен. То есть, дотрогнулся до колен, выпрыгнул. И сразу уходишь в присед с выпрыгиванием. Точно так же делаем упор лежа. На кулачки или на ладошки. Как у тебя получается. Обжался, выпрыгнул. Но на ровных руках паузу не делаешь. Выталкиваешь себя сразу. И сразу уходишь в отжимание. И последнее упражнение. Это складочка. Ножки ровные. Ручки ровные. И сложиться. Одновременно поднять корпус и ноги. Потянуться к носочкам. Таким образом, ты делаешь 3 упражнения. 30 секунд. Работает 30 отдыха. Это один круг. Таких кругов надо сделать 2-3. Если там чувствуешь по самочувствию, все хорошо, нормально. Можешь сделать и 5. То есть, это все по личным самочувствиям. Но минимум 2 круга постарайся сделать. На этом наша тренировка закончена. Она была сегодня не тяжелой. Такая водящая. Но если ты начинаешь только заниматься и у тебя долгий отдых, тебе хватит с головой. Поэтому делись тренировочкой с друзьями. Чтобы они не бухали пиво на диване, а даже дома пробовали заниматься, тренироваться. Подписывайся на канал, жми колокольчик, чтобы быть первым, кто увидит следующие тренировки. И держать себя в режиме, ничего не пропускать и четко работать. Я буду стараться делать такие тренировки почаще. Но насколько это будет получаться, покажет время. Подписывайся. Забирай видеокурсы по ссылкам в описании под видео. И ставь лайки. Настойчивости в тренировках.